Итак, всем привет, с вами Дабгай, мы начинаем играть в экстра Эквар за Аден Ларт. Если вы тут впервые и почему-то еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы давайте начнем. И мы будем играть на старте, тут у нас Мерлок Вуд, я так понимаю, что-то от Робин Гуда взято, бандит лесной, лесные братья тут есть. И в общем-то у нас вот такое вот политическое, так сказать, колечко имеется, которое, по-моему, чуть-чуть неровно испущено влево. Может я ошибаюсь, кстати говоря, скажите, как вам кажется, мне кажется, что что-то тут не так, как-то не так оно распределено. Тем не менее, тем не менее, у нас тут имеется сразу несколько фракций, есть у нас тут коммунисты, есть у нас тут перекрестные общины, верны, есть там наш Вуд, вот этот вот, типа микроанархист какой-то. У нас есть также какое-то легитимное правительство, ну, относительно легитимное, пока что нет. Есть стена республика, то есть если мы вдруг продадим всю нашу страну, ну, и тут у них есть у каждого свои армии, причем некоторые, так сказать, армии могут быть одновременно. То есть, допустим, здесь вот могут быть и консерваторы, и религиозные общины. Как и вот здесь вот религиозные общины есть, как и почти у всего. А вот здесь вот тоже какие-то еще свои. То есть, в общем-то, так оно сделано, что какие-то фокусы доступны для нескольких фракций. Это достаточно прикольно. Ну, вот это вот, это, в принципе, какой-то дар для какой-то козер-шизы, когда параллельно там вот куча фокусов. Я так не очень люблю, но пускай. И у нас 20 лет свободы. Мы будем 20 дней праздновать теперь. Мобилизуемся мы сразу экономически. И по манпаверу это приятно, но у нас есть это неприятные вот такие вот проблемы, вроде высокой бедности, неграмотности. С наукой у нас проблемы, с промышленностью у нас проблемы. Будем все решать. Поехали. А еще надо обязательно исследовать этих рыцарей, потому что у нас по фокусу дадут рыцарей, а без исследования в них не будет людей. И у них будет 0 софт-атаки. Добавно. И 20 дней празднования. На самом деле, переходит 20 часов споров. Мне приятно. Тут продолжаются конгрессы споры. Ну, оно и не это, неудивительно. У нас тут везде по 25 было, так сказать, процентов власти. Тут как бы каждый будет на себя перетягивать идеяло. Очевидно. Начинаем мы с Прилата. Будем, кстати, выслушивать разные зрения о точке. И мы пойдем как раз-таки в него, в религиозные общины. Поэтому мы максимально его поддерживаем. Какой-то лорный вентик про, ну, про нашего шерифа. Это шериф у нас вроде как монархист. Факция монархистов, но как бы с ними разговор простой. Мы не в монархистов идем. Если вообще здесь есть что-то. Наверное, вот это какое-то такое. Потому что что тут еще? Как бы, да. Тут прям шерифа, по-моему, особо-то и нету. У нас еще один лорный вентик. Ребята там ладят, карты делают. Но они не понимают, что чтобы видеть карту, можно просто отдалить камеру. Реально. Первый раз, видимо, фойгу играют. Идем вот сюда. Получим еще немножко людских ресурсов. После чего пойдем в нашу бандитскую экономику. И мы сможем делать рейды. И вот, как я и говорил, до исследования тихие. Здесь 0 противопроводной атаки. Что очень неприятно. И нам фокус неграмотность немножко ослабил. Это очень важно. Потому что с исследованием здесь очень важно все дебафы сразу убрать. Иначе вы на дистанции очень далеко отстанете. Так, у нас проситель. У нас славянцы хотят выкупить страну. Как бы очевидно, что такого можно только послать куда подальше. Так, еще один лорный вентик. Вообще, походу, здесь что? Есть какой-то скрытый путь монархистов? Или это вот... Ну, это вроде не оно. Какие-то конфедерации, что-то такое полудемократическое. Здесь вот тоже как бы это не то. Это не то. Ну да. Может быть, так и есть. И экономику преступников мы сделали. Теперь избавимся немножко от бедности. И получим сразу счет вон там добычу. Теперь нам нужно выбрать, куда мы хотим сделать рейд. Кстати говоря, надо посмотреть, какие дивизии мы хотим использовать. Нам вообще винтовочки исследовать. Давайте после этого. И у нас доступны рейды куда? Вообще, достаточно много стран. Но здесь, смотрите, вот здесь вот везде реки. Сюда атаковать не хочется. На севере фетизию. Мы можем зарейдить, но у нее, по ощущению, будет неплохая армия. Вот сюда, наверное, надо. И я тут немножко переиграл, чтобы получить дивизию вот эти вот после того, как я уже исследую рыцарей себе. И тогда они получаются со снаряжением и с людьми. Что намного логичнее и правильнее. И очень странно, что это так делается. И это как-то не предусмотрено, видимо. Что-то, в общем-то, с этим фокусом не так. Тем не менее, если делать наоборот. Сначала исследовать рыцаря, а потом их себе заспавнить через фокус. Сразу все люди здесь обучены. Сразу все снаряжение есть. В общем-то, так и нужно делать. Жалко, что это нигде не написано. Поэтому мы узнали это только практическим путем. Тем не менее. Пойдем рейд вот сюда. Я думаю, достаточно успешно он будет. Это дом Авиан. Потому что, в целом, из всех, кстати говоря, вот этот еще дом тоже слабый. Вот помовара слабая. Но кроме этого, в доме Авианом минимум дивизии. Так что, наверное, да, потом вот и сюда сходим. Итак, тут у нас коммунисты хотят стать шерифом в красном. Конечно же, коммунистов душем. У нас нет вообще вариантов других ответов. Наверное, потому что мы взяли вот это уже все по фокусам. И как бы наш путь, наверное, уже выбран. И вот уже через три дня идет о фрейд. Наши войска все готовы. Не будем освобождать. Сразу начинаем бой. Нам нужно только успеть опять в бой зайти. Но вот мы успели. Не только потому, что 0 дивизия врага. Враг, кстати говоря, не успеет зайти. Успел. И почему-то их рыцари наших пробивают, а мы их нет. Это меня несколько расстраивает. Но, тем не менее, вроде как нормально. Прокнут только мост. Из-за этого мы не можем воспользоваться тем, что у нас больше, по факту. Но я думаю, мы все равно должны пробиться так или иначе. Но еще тут такой нюанс, что один рыцарь еще не в бою. Только один в бою. Сейчас реинфорсится и должно стать получше. Так, у нас выбирается, что в итоге получится. И прилад заводит свои тракторы. И пока будут лорные вентики прилада проходить, можем сделать вот этот фокус еще. И я думаю, все-таки мы, скорее всего, победим. Потому что вот эта дивизия еще сюда зайдет сейчас. У нас еще один резерв есть. Мы сейчас выбьем вот это. Нас наших все-таки стали не пробивать. Слава богу. Это было бы смешно, если бы их пробивали. И как бы должны мы победить. Еще бой через реку, блин, не очень удачный, честно говоря. Тут у нас, кстати говоря, переформировались дивизии. И я бы вот эту дивизию вот сюда бы отправил. Отлично. И теперь мы там можем делать фокусы армии. Либо фокусы политические. Я бы, наверное, начал с политических, потому что там у нас будут фабрики. С другой стороны, конечно, вот здесь вот на спавне дивизии. Но фабрики, блин, очень важны. Перед этим я, наверное, все-таки мобилизацию делаю, потому что людей очень не хватает. Да и так, суд над маритами-коллективистами. Плюс политка минус коммунизм. Отлично. Дальше монархисты. Есть. И дальше граффельд. Кстати, вот, ребята, там какого-то прилата мы разоблачим. И, конечно, мы уже проведем частичную мобилизацию. Тут все еще у нас нет одной фабрики даже, но скоро сделаем. Конечно, садетация там происходит. Мы, конечно же, с ними разберемся, но, тем не менее, попозже. И я думаю, вообще-вообще было бы хорошо вот сюда выйти сразу. Атака дивизии. Монт пауэр. Наверное, мы сюда и пойдем, чтобы какие-то дивизии реформировать немножко. И, блин, этот бой реально не заканчивается. Куда реально было проще вот здесь вот пить или флавена, потому что в флавене нет щитка. И они не могут отступать. Наверное, вот что-то из этого надо рейдить в итоге. Вот армия есть. Вера, ярость и прощение. Плюс стабильность, минус превосходство. Отлично. Давайте седьмую кампанию. Там какие-то страшные очень дивизии нам добавятся. Но то, что нам и надо. Вообще, то, что так долго идет, оно, конечно, дает минусы большие. Мы теряем здесь много снаряжений и людей. Но мы еще очень много опт-армии получаем, что не так плохо. Но вообще я предпочел бы, чтобы мы просто побеждали. Потому что опт-армия получается от урона. А урона мы им наносим очень-очень слабо. Итак, черные когти. А невозможно, Маориты. Но мы к себе берем. Получаем себе генерала и получаем себе еще две дивизии. Слушайте, а неужели мы все-таки здесь пройдемся с одной дивизией? Конечно, скоро заинфорсится еще одна, я думаю. И потом и вторая. Но потихоньку-потихоньку урон по их рыцарской дивизии наносится. Сколько их рыцарская дивизия закончится, в общем-то, закончатся у них все дивизии. Тут, кстати, в Аквилии скорее спулик уже реформируется. Что очень опасно, потому что у них большая промышленность. И дебафов не так много, как у нас. Они смогут очень быстро сделать очень сильное государство. Поэтому, блин, этот пограничный конфликт должен был быть быстрым. Да, реально, ребята, если вы будете играть, рейдите вот этих двух ребят. Потому что вот это слишком сильно. Вот это, очевидно, тоже, скорее всего, слишком сильно. Сюда я не пробовал, но здесь большая река, и они тоже выглядят сильными. И вот здесь, ну, дивизии как будто тоже много. Я думаю, нашими бандитами их сложно будет победить. А сюда, ну вот рыцарями... Рыцарями-то хорошо рейдить. Ну, рыцарями этих было бы отлично рейдить. Но вот их рыцари просто нас побежали. Возможно, здесь, кстати, говорят, уже есть рыцарь, я не знаю. По флоене точно рыцарей нету, это важно. И вот, походу, рыцарь скоро отвалится. Взяли бы, чтобы сначала вот эти ребята отваливались все. Чтобы рыцари не успели зареинфорситься и вернуться в бой. Но скоро узнаем. Половина предлагает сделку. Смотрите-ка. В инвестициях в нашу нечленную добычу. Существует подозрительно. Это очень подозрительно. Давайте, если они увеличат просто нашу добычу, то это меня устроит. Если они потом попробуют что-то на ресурсы попробовать взять, мы им, конечно, ничего не дадим. И давайте-ка экономика для всех нас. Аграрный популизм. И будем сейчас здесь по жесткому экономические фокусы делать. Смотрите, реально, как будто это оно. Рыцарей больше нету. Давайте, пока рыцарей нету, добейте их. Ура, успешный налет. Господи, как же это было долго и тяжко. И визе получили очень много опыта. Мы получили много опыта, но потеряли мы, наверное, тоже немало. Что мы можем теперь получить фабрику? Эта фабрика реально нам дорого обошлась. Но она у нас теперь есть. Когда-нибудь у нас появится еще одна фабрика. А вот здесь вот с фокусом мы получаем сразу две. Кайф. Мы можем начать реформировать нашу армию. Делаем себе. Как только у нас появится опыт, кстати говоря. Нормальная пехотная дивизия. Пока что такой возможности у нас нету. И в общем-то можем уже попробовать повоевать. В целом, в целом, кутишквата... О, предлагают купить золото. Политка за золото продано банком. Объем и максимальность. Да. Я не против, потому что мы потом, я думаю, просто завоюем. И можем потихоньку сейчас пробиваться в них, наверное. В целом, мы здесь сейчас поменимся хорошо. Я просто подумал, хочу бы не начать войну, потому что нас, скорее всего, они будут атаковать. Только, господи, мы без генерала-то делаем. Срочно надо поставить генерала и срочно надо поставить, конечно же, Фильмаршала. Должно стать чуть-чуть получше. В общем-то, можно уже фармить опыт. С битв. Почему нет? Тут как бы пишется, что красная, но на самом деле, очевидно, что зеленая и мы можем реально очень неплохо подфармить. Вот мы уже и разведанные боев нас собирали. В общем-то, отлично. И надо с грамотностью тоже разобраться. 15 исследований это немало. Форсирую на атаку. Они нажимают, но сейчас они, да, точно потеряют очень много. Меня устраивает. Как раз таки в бою мы и подреформируем свою армию. Тут мы уже можем ставить себе как минимум артиллерию. У нас ее хватает. Выполняем дивизию. И, пожалуй, все переделываем в обычную пехотную дивизию. И не нужно искать варианты, кроме... Ну, давайте оставим на гарнизон, реально. Это мы уже можем удалить. играем на анхисте, так что может случиться почти что угодно. Если игра подфорсируем так атакуют, можно было бы их и самих немножко в этот момент подбить. Во время форсируемых атак тратится очень много ресурсов. Леди там доказывают создаваться. Идет сферя, и может происходить что угодно на нашем анхисте. Так что да. И рыцарей, они не пробивают внезапно, что очень для нас приятно. Сейчас мы будем снабжение отрезать. Я когда хочу этот регион смогу себе вот этот еще сделать, научную базу увеличить. Это класс. Но мы идем вот сюда. Плюс фабрики, инфраструктура. Тут еще потом инфраструктура будет. Тут еще минус тнп. Ячейки исследований. Так что то, что нам надо. Армии, конечно, немножко не хватает, но пойдет пока что. Нам все равно надо ее качественно пока что увеличить. И можно подключать рыцари, потому что, я думаю, они для нас будут очень кстати. Переходим постепенно в наступление везде. Потому что ресурсы там закончились, что людские, что пехотка. Но людские может еще и есть. За страну побольше нашей. Вот пехотка должна была уже подосточиться. Промышленность там все еще маленькая. Так что сейчас будем ликвидировать что здесь остается, как говорится. Вроде везде все зелененькое и успешное. Знали, конечно, оставить по максимуму снаряжение себе и его захватить. Но как получится. Может и не получится совсем, но мы будем стараться, по крайней мере, что-то как-то сделать. В принципе, сейчас эти все пройдут. Здесь ничего не будет, так сказать, файминта таким образом, только заблокировано. И мы сможем все это снаряжение максимум его, по крайней мере, получить. То есть вот так и еще не хватает, кстати говоря. Мне не очень нравится. Ну вот теперь уже есть. Штатать поездов, если что, мы захватили. Я собирался их строить, но похоже, пока что необходимости нет. И оккупацию. Надо сразу же тоже подумать про это. Наверное, тайную полицию. А вот здесь, наверное, гарнизонный темплейт. И вопрос, куда мне теперь армию ставить? В теории, я бы сказал, на рейд. И рейд будет, наверное, против Комовара или Флавена. Есть еще, конечно, вот здесь Физера. В общем-то, сейчас подумаем. Ну да, Физерская мафия доступна, туда мы и будем планировать наш рейд. Ну что ж, на этом, в общем, можно было бы даже подзакончить первую серию. Мы привели к власти Прилата, мы тут порейдили немножко, смогли уже победить в первой войне и начинаем строить армию. И нам нужно реально ее много, потому что здесь промышленность просто безумная, людских ресурсов просто безумно много по сравнению с нашими. И это они еще только на добровольцах. Так что да, нам нужно будет как-то сейчас совершить какое-то чудо и победить против вот этой Аквелии в один момент. Я предполагаю, что нам надо с вот этими домами как-то будет повоевать, что-то здесь позахватывать, но проблема в том, что у нас особо-то фокусов на захваты нету. Вот, смотрите-ка, вот есть фокус положить конец 3 арх, если мы захватим в Гриффинхейм. Наверное, нам туда и надо. Успели? Да, давайте один день потеряем, но пойдем туда, куда нам, скорее всего, нужно было бы. Кто-то, наверное, полезное даст. Вот. С вами был Тупка, ребята, обязательно подписывайтесь, если вы еще друг тебя подписаны, ставьте лайк, комментарий, ты и дискорд, ребята, забывайте, и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok